В железнодорожном районе Ульяновска на улице Пушкинской строительство здания театра юного зрителя вышло на финишную прямую. В июле строительный забор убрали, и новый корпус здания предстал во всей красе. Арочные окна, над входом полукруглый выступающий эркер, белоснежные колонны, карнизы и наличники. Мы уже этажи сдаем по помещениям, то есть уставляем уже оборудование. В частности, сейчас будем выставлять санпаянс, устанавливаем светильники и постепенно с третьего этажа спускаемся вниз. Я думаю, что, как мы и планировали, к концу октября будут полностью закончены строительно-монтажные работы. В частности, уже перейдет к пусконаладочным работам. Пространство вокруг театра тоже преображается. Сейчас идет благоустройство театральной территории. Со стороны улицы Железнодорожной оборудуется автомобильная парковка. Совсем скоро около театра установят лавочки. Их уже привезли, и они ждут сборки. Театр станет местом притяжения, в первую очередь, жителей микрорайона. Понимаете, театр – это, к счастью, не только стены, не только потолки и отделка. Театр – это сложный технологический механизм, и нужно привести в соответствие одно с другим, чтобы все механизмы работали, все стены были красивыми, эстетичными и готовыми принять зрителей. И на стенах тоже должно быть соответствующее оборудование. Окончание строительства театра прежде всего ждет сама театральная труппа. Они приходят в строящиеся здания практически каждый день, осматриваются и думают, что и где им разместить. Выбирают гримёрки и кабинеты. С особым трепетом к новому театральному дому, как к любимому детищу, относится директор. Специально для нас он провел экскурсию по строящемуся зданию. Сейчас уже нужно реально понять какое-то пространство. Пространство уже рассчитано на все 300 зрителей. Если вы помните, в старом здании у нас было 180 мест в зале, но фойе было настолько крохотное, что в дни новогодних каникул мы вынуждены были до 100 билетов всего ужиматься. И большая часть зала у нас не продавалась в связи с тем, что в фойе мы не могли разместить всех желающих. На втором и третьем этажах будут находиться просторные гримёрки с туалетами и душевыми для артистов. Стены, облицованные, в скором времени здесь установят фаянс. В главном сценическом пространстве всё заполнено металлическими конструкциями. На сцене работают наши подрядчики из Нижнего Новгорода, компания «Проссцена», которая занимается монтажом сценического оборудования. Там они монтируют и поворотный круг, и также будут монтировать подъёмные механизмы, лебёдки, штанкеты. Сейчас активно идёт вся эта работа. В театре запланированы ещё два зрительных зала-трансформера. Вполне возможно, именно в малом камерном зале с большими застеклёнными окнами получат прописку спектакля, который сейчас и есть в репертуаре театра. В большом камерном зале в скором времени выложат брусчатый пол и сделают освещение. Предусмотрено помещение под просторное кафе, в которое, возможно, будет зайти через отдельный вход с улицы. На других этажах тоже можно будет перекусить в буфетах. Уникальной площадкой станет внутренний дворик с оборудованной сценой и развлекательной детской площадкой. Осенью здесь начнут высаживать деревья и разбивать клумбы. Как сказал Эдуард Терехов, открытие театрального сезона Театра юного зрителя «Небольшой театр» по традиции состоится 1 сентября, но пока в старом пространстве на улице с Паской.